Раст Информация предоставлена порталом Rust News, ссылка в описании под видео. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Бонисакура, это новый интерфейс Раста. Первым делом у вас открывается Home, закладка, где находятся все деф-блоги. А также, когда вы нажимаете на любой из этих деф-блогов, открывается Steam-страница, то есть не переход на какой-то сайт, а именно Steam-страница данного деф-блога. Дальше поехали, нажимаем серверы. Я нахожусь сейчас на деф-моде, поэтому у меня очень мало серверов. Насчет Favorite, то есть любимый, они добавляются, эти сервера, но немножко подключивают. Иногда они работают, иногда они не работают, но зачастую все-таки работают, скажем так. А History работает адекватно, то есть вот сервера, на которые я заходил. То есть все как бы вы сможете нормально, спокойно найти. Дальше, закладка Friends, то есть все друзья, которые играют, и, соответственно, всякие сервера. Хорошо, с этим мы разобрались. Итак, поехали. Выбираем Community Server и заходим на самый первый. Новое окно, присоединение. Итак, вот мы загрузились. И обратите внимание, мы теперь можем крутить камерой, когда мы спим. То есть, да, наше тело вот так вот крутится, прям поднимается, он такой одним глазом подглядывает, что вокруг происходит и так далее. Нам пишут Press any key to wake up. Это получается, что нажмите любую кнопку, чтобы встать. Хорошо, встаем. И все, как бы, в принципе, все хорошо. Новая панель справа находится, где здоровье, вода, еда. Дальше нажимаем Tab, то есть Inventor. И здесь тоже все полностью изменено. Здесь у нас сделаны закладки. Каждая закладка имеет свою новую картинку. Вот, мы можем спокойно переходить. И также это у нас закладка «Все». Мы прокручиваем и смотрим все наши чертежи. Что я могу точно сказать, то что этот интерфейс менее лаганный. Это очень хорошо. Тело нашего персонажа двигается нормально. Вспомните, как раньше было, он дергался, как ненормальный. То есть, анимация как будто подлагивала. Сейчас все хорошо. Дальше, обратите внимание на то, что на одежде теперь у нас не 5 слотов, как было раньше, а 6. Теперь мы можем одеть на себя абсолютно всю одежду. Дальше. По количеству слотов. Я бы, я не знаю, как вам сказать. На самом деле, вроде как их стало меньше. Этих слотов, то есть, раньше было больше переносимых вещей. Назовем это так. Дальше. Система сплита, то есть, разделение нашего лута. Здесь кнопка «Дроп». Довольно-таки удобно, да. То есть, мы нажимаем, и наш лут полетел. Полетел далеко и счастливо. Ладно, не будем мы его догонять. Вот это у нас полоска, которая отвечает за разделение нашего лута. Ну, хорошо. Скажем, 21. Дальше. Мы должны нажать на кружок с отделенной частью. И тогда у нас все это дело разделится. Дальше. Что у нас касается через кнопку «Ф2»? Здесь у нас прокручиваемое меню. То есть, довольно-таки удобно. У нас появилась здесь, значит, чувствительность мыши. Она по умолчанию стоит на 1. Дальше ползунки. Вот эти вот, которые были у нас с кружочками. Это все понятно. Моушен, блюр и так далее. Это тоже понятно. То, что у нас включается. И дальше, смотрите. У нас появилась колонка со звуками. Четыре вида. То есть, теперь вы можете настраивать себе звук. Enable HUD. У нас отключает полностью интерфейс. Это для тех, кто любит снимать, чтобы ничего лишнего у вас не было. То есть, я нажимаю Tab. Я не вижу инвентаря своего. Я абсолютно ничего не вижу. То есть, все у нас отключается. Включаем его обратно. Дальше. Enable Chat. То есть, мы отключаем чат, и вас не раздражает никто своими глупыми надписями. Или наоборот, там, как вам угодно. Дальше. Enable Branding. Это у нас отключает справа наверху версию Rasta. То есть, кого это раздражает, вы можете все это отключить. И также у нас показывается FPS. Вот. В принципе, вот такой вот, ребятки, удобный очень интерфейс. Лично меня он очень порадовал. Дальше. По поводу обновления. Там все хотели, чтобы я его отснял. Нечего, ребятки, в принципе, снимать. Потому что там все, по большей части, болтовня. То есть, добавили дробовик. Да? То есть, World Model. Но бегать его, искать. То есть, через Tab у нас разработчики решили не добавлять. То есть, чтобы мы не тестили и все остальное. А бегать, потеть, его искать, я думаю, мало кто этим будет заниматься. Значит, я вам сейчас зачитаю. Update Log с 29 по 30 января. Итак, основной кратко исправлен баг, при котором процесс лутинга не обрывался при удалении от предмета. Просто уйма работы по исправлению багов, совершенствованию, редизайну и просто доработке нового интерфейса. То есть, его сейчас еще доработали дополнительно, но еще не засунули в оригинальную версию, в которой мы сейчас играем. То есть, на DevMode это все присутствует, а на основной версии отсутствует. Будем ждать. Добавлены файлы анимации помпового дробовика, плюс звук, плюс World Model. Но я вам еще раз повторяю, бегать его, искать это бред. Можно и день пробегать, не найти его. Дальше. Исправлены действия радиации. Добавлены грибы. Грибы вы можете заметить, ну вот я не знаю, как здесь, их можно заметить в нормальных зеленых биомах. Они прямо на корнях там растут или прямо из ствола дерева торчат. Ну, на самом деле, это выглядит довольно-таки убого. Дальше. Скорректировали процесс размещения Роттауна на карте. Дальше. Снизили потребность в оперативной памяти путем оптимизации текстур. Вот это уже полезно. Добавлены файлы новой вариации персонажа. Негр. Пока что только файлы позаливали, в игре еще не реализован. И добавлены настройки звука, которые мы с вами могли сейчас наблюдать. Я не знаю, на самом деле, как будет проходить этот выбор персонажа. Скорее всего, в каком-нибудь главном меню вы сможете выбирать персонажа. И играть за Негра. Но если добавят действительно Негра, то это будет довольно-таки сложно увидеть его ночью. Я думаю, вы сами понимаете, почему. На этом все, ребятки. Это было, значит, обновление интерфейса и апдейт лог с 29 по 30 января. На этом все. Не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok